ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Дель Пьера вроде бы собирается поиграть в американской футбольной лиге МЛС. Но и также на этой неделе Ювентус объявил о рекордных убытках за последнее время. Но встречу Ювент начинает бодро. Алессандро Матри подставляет ногу и открывает счет в этой встрече. Здорово по-хоккейному сыграл Алессандро Матри. Андре Пирло разыграл этот угловой с партнером. И после этого Клавдио Маркизи убил по воротам, а Матри свою ногу своевременно подставил. Старари защищал ворота Ювинца. Джан-Луиджи Буфон получил травму и его не было в заявке на эту встречу. Старари пришлось пропустить. Пришлось пропустить впервые на 31-й минуте Марку Росси после классной передачи Александра Меркеля. Делает счет 1-1. Но продолжим разговор о составе Ювентуса. Бануччи, Барцальи, Килини, Лихштайнер, Пирло, Маркизио и Стигариби, Пепе, Влучинич и Матри. Марсило и Стигариби впервые появился в стартовом составе. И это была одна из неожиданностей, приготовленных Антонио Конте для Альберто Мализани. Себастьян Фрей, Эмилиано Морретти, Дарио Дайнели, Лука Антонели, Джан Доминико Место, Филиппе Сеймур, Миель Вилозу, Марко Росси, Александр Меркель, Бошко Янкович и Родриго Паласио. Вышли у Дженуа на поле с первых минут. Дженуа – команда, которая в этой встрече сумела дважды проявить характер. Александр Меркель мог вывести генуэвскую команду вперед в начале второго тайма, но отправил мяч мимо створа в ворот. Андрея Пирло очередной своей волшебной угловой исполняет. Это Джорджо Кьеллини бьет головой, так же, как Меркель минутами ранее чуть-чуть не падает створ в ворот. Правда, чуть-чуть Кьеллини были гораздо ближе к голу, чем чуть-чуть Меркеля. Антонио Конте эмоционально реагирует на второй гол Алессандро Матри, забитый в этой встрече голевая передача в исполнении Мирко Вученича. И замены начинает после этого делать Альберто Малязани. Одна из них оказывается ключевой для Дженуа. Сразу после гола на поле появился Андрея Караччелло, ранее выступавший за Брешию. И Андрея Караччелло вскоре счет сравнивает. Хотя чуть ранее это мог сделать Александр Меркель, который, получив возможность регулярно выходить в стартом в составе Дженуа, ловко бил головой по воротам Стараре, попал в перекладину. Ну а вот и гол после скидки Юрая Куцки. Отнюдь не Куцкий удар получается у Андрея Караччелло. 2-2, 85-я минута. Здесь пытается спасти ситуацию Антонио Конте, выпуская на поле Алессандро Дель Пьера. Но за те считанные минуты, что провел легендарный игрок Ювентуса на газоне, ничего изменить ему так и не удалось. Кристобаль Хоркера, это была последняя замена Дженуа в этой встрече, также мог отличиться. 2-2. Ювентус в ничью играет чаще, чем побеждает. Пока что в нынешнем сезоне, но это не мешает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова